Музыка Подготовка объектов жизнеобеспечения Республики к отопительному сезону прошла без сбоев, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики. К началу сезона были подготовлены более 7500 многоквартирных домов, 563 котельные, более 700 км тепловых и почти 2700 км водопроводных сетей. Всего на эти цели было потрачено более 500 млн. рублей. Это средства республиканские, муниципальные, а также собственные средства предприятий. Несмотря на то, что коммунальные службы выполняют свои обязательства перед потребителями, потребители в свою очередь не торопятся гасить долги за жилищно-коммунальные услуги. На 1 сентября текущего года задолженность достигла 681 млн. рублей. Это больше на 94 млн. рублей по сравнению с ситуацией на начало года. Поэтому я убедительно попросила бы еще раз вернуться к вопросу и погасить ту задолженность, которая имеется у жителей республики за уже потребленные жилищно-коммунальные услуги. Эти деньги пойдут на оплату ресурсоснабжающим организациям, а те в свою очередь являются должниками за первичные ресурсы – электроэнергию, газ. И для того, чтобы подготовить объекты жизнеобеспечения к отопительному сезону, естественно, часть ресурсников воспользовалась привлечением кредитов. То есть они свои обязательства выполнили, а население, к сожалению, свои обязательства не выполняет. Борьбу с должниками сейчас ведут достаточно активно, привлекая службы судебных приставов, что дает эффект. Процент сбора платежей с их помощью ощутимо растет. Напомню, отопительный сезон в республике в этом году начался с октября. Образовательные организации, объекты социальной сферы и здравоохранения начали получать тепло еще раньше – с середины сентября. Вместе с тем, если у жителей есть какие-либо нарекания или замечания по этому вопросу, их можно выразить, позвонив по телефону горячей линии Вишкороле 42-21-72. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 часов дня.